Андрей, а кто-то есть? Он корреспондент боя нерам и гордостью. И тем самым он стал бессмертием. Андрей чего? Меня зовут Андреев. Послушайте, дорогие радиослушатели. Его фотографии, профессиональные, яркие, правдивые, останутся в истории. Украинцы говорят так. Русские нет. Вы можете представить, насколько лучше можно вызывать раздражение у начальства, а сегодня не будем говорить о Андрееве Громеко, а о другом Андрееве будем говорить. Украинцы говорят, что это ближче народы, потому что они говорят, что по-полскому. А послушайте, а люди, Американе, нас сколчили с церковными народами. Видишь, какая это политика? Ну, это странная политика. Подожранная. То, что есть ближче биологически, то есть враги. Так. Так. А видишь, как дябел подходит? А что это? Это тоже не означает побожность. О, Господи. О, Господи. О, Господи. О, Господи. О, Господи. И журналисты, проводившие собственные расследования, и российские власти, пытались прояснить судьбу Андрея, пытались его найти. Но украинское руководство с самого начала направило по ложному следу, когда советник главы МГД заявил, что Андрей был задержан силовиками и подозревается в терроризме. Но оказалось весь этот месяц, что велись поиск Андрея, его уже не было в живых. Его жизнь оборвалась на трассе, недалеко от города Снежное, когда в колонну беженцев, в составе которой на легковой машине ехал и Андрей Стенин, отстреляли украинские силовики из танков и пулеметов. В машине позже была найдена расплавленная фотокамера и набор линз для объектива. Были предположения о том, что все это принадлежит Андрею, но, повторюсь, украинские власти намеренно или ненамеренно направили по ложному следу и сообщили ложную информацию. А и Россия, и Евросоюз, и весомые международные организации, в том числе ЮНЕСКО, потребовали провести независимое расследование, потребовали от Киева гибель Андрея Стенина. Ну, а президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о награждении, когда репортер Агентства России сегодня орденом мужества посмертно похоронят Андрея Стенина на Троекуровском кладбище. Николай. Спасибо, Евгений. В пресс-центре Агентства России сегодня, где в эти минуты проходит церемония обращения с погибцем на Украине фото переспондентом Андреем Стенина. Пастер, ты с роботом. Он ма отцы, как робот. Так. Так, как мне в слове. Так. Так, как в республике. И ты себе будь таких, как-то с ма такие отцы. Будьте. Уже заняло жёлто и красный яд. Ухавиасы, в какие земли были ключевые объекты и инфраструктуры, однако подрыва, благодаря действиям сапюров удалось избежать. Расточённые бои также развернулись за населённые пункты Победа и Дмитровка. На Донецком направлении артиллерия украинских силовиков идёт обстрел жилых кварталов столицы провозглашённой республики. Сегодня утром жители разбудила мощная канонада. Ответным огнём по позициям нацгвардии в районе Дебальцево ополченцам удалось уничтожить более 10 единиц бронетехники. В районе населённых пунктов Ростольная, Стыла и Комсомольская идёт поиск диверсионных групп. На Мариупольском направлении, по свидетельствам очевидцев, интенсивные бои прекратились. Силы ополчения закрепились в районе населённых пунктов Безымянная, Красноармейская и Широкина-Коминтерново, а группировка войск украинской армии отошла внутрь города. По последним данным, за минувшую ночь ополченцам удалось уничтожить один тяжёлый миномёк, четыре БМВ, одиннадцать военных автомобилей, один склад с топливом. Потери в живой силе за сутки составили более 50 человек раненых в Мариуполе. Основные события на юго-востоке сейчас разворачиваются на подступах к осаждённому ополченцами Мариуполю. Бойцы Назгвардии активно готовят город к обороне. Командование освободительной армии предложило им добровольно покинуть город. Но пока никакого ответа не уступило. С последней информацией о ситуации на юго-востоке наш военный корреспондент Алексей Кулик. Оперативная обстановка близ Мариуполе непростая. Командор унесил сопротивление, намерено предоставить вооруженным силам Украины коридор для воорды войск. Смотрите, как я там была больно страшно. На ползка в 3 километрах от Горда полченцы захватили блокпост восточный. Эта ночь для жителей Донецка была кошмарной. У русских катаков такие są территория, что не видно, что эта война есть. Незавидно, так что люди могут ничего не видеть. Но значит и так сейчас дети могут быть убранными. У нас есть убранных, убитых пока считают. Улица Савченко 14, прямое попадание в квартиру номер 41. У нас есть жертвы. 127-мм мины легли близо 41-й школы и 21-й молитве, которая постоянно подвергается обстрелам. Сейчас город снова опустил. Донецки в некоторых районах нет ни света, ни воды. Так. А właśnie. Ничего. Взяли под контроль 7 сильных пунктов. В городе Бальцево окружен. селами сопротивления его успели покинуть второй и 25 батальоны территориальной обороны украинский батальон Киевской Русь 11 выйти не успел и оказался в окружении. Не воды. Бронение аэропорта уничтожили грамм на разных расчетах. Есть данные, что был уничтожен расчет тактического комплекса точка У и 150-миллиметровой галубицы. Радиоконфита. ...вместе Донецк. ...восвобожденные ополченцами города и села постепенно возвращается мирное население. Многие на месте своих домов находят лишь руины и пупелища. Некоторые населенные пункты уничтожены полностью. Люди, которым некуда бы забежать, которые все-таки удалось остаться, в общем, теперь привыкают жить без режим медных обстрелов и память налетов. Эдуард Кунин, господобность. Все разбито. Никого нету. Кричали на всю улицу. Люди, люди. Люди у подвана сидят. Сын не знаю, где сын, немецкая внучка. Я не знаю, где не делись. Жители поселка Хрящеватая Луганской области впервые за последнее время без опаски выходят на улицу. Весь август они провели в полной блокаде. Без света, газа и питьевой воды. Украинская артиллерия не оставила жилого места от поселка. Почти все дома разрушены или повреждены. Жители ходят по соседям, подсчитывают потери. У меня дом крайний, только мы выходили из дома и по нам бил снайпер, чтобы мы опять бежали в подвал прятаться. Но мы выжили, мы выжили. Все спасибо, спасибо нашим добесным освободителям. Солдат Луганской народной республики встречают как героев, не надеются на их помощь. Мы победу празднули, мы всех с победой поздравляли, потому что это наша армия. Ну так вот, это сбавление для них пришло. Мы разными. После того, что они нас стреляли, они нам не могли бы с ними ничего сделать. В югах, Луганска, городе Лудугина, после расштаченных боев, Национальный фландия потеряла колонну тяжелой бронетехники. А это карта, которая сборная. А у нас, они слова. И заботы, простые колонны, за взгляд, салфи. Украинские солдаты, силы, загнали их в эту церковь, хотели использовать как живой щит, но в итоге сами попали. И сейчас такого колонны? Очень много солдат, получается, поселок, да? Сначала аппольчин собрали, потом опять украинские. Так. Заменировали дороги, жилые дома и даже храмы. Сами там методично разрушали электроподстанции и дороги, или например вот этот мост в районе Москово-Роскошной и Георгиевка. Был талки, да? Все суть по структурам, в том числе школы, больницы, заводы. Знаешь, что уже не вернулся на жизнь, нам уже кружить. Но отступление было таким поспешным, что уничтожить все не получилось. Солдаты бросили немало исправных орудий и боеприпасов. Это, наверное, лишь малая часть того, что они бросили. Сейчас ополченцы зачищают окрестности Луганска от оселовеков. Накануне им удалось освободить село Вергунка, откуда украинские подразделения обстреливали сам город. Я думаю, что у них везде. Минее чем через три часа в Минске начнет заседание контактной группы по Украине. Перед началом встречи с стороны высказали надежку, что на нем не будет заседание. Видишь, пытались два, а не то, что тут сказали у нашей курёвской… Куревский… 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 Все, что они сейчас делают, используя свои вооруженные силы в этой части мира, это эскалация, окрессия и интервенция. Куревский… Так… Куревский… Все это провокации… Приглашенный на встречу президент Пётр Порошенко в свою очередь пообещал, что вопрос о сроках и условиях присоединения у страны к НАТО будет решать украинский народ. Извольц Александр Хабаров. В первый день саммита в центре внимания была ситуация на Украине. Сюда позвали президента… Сиди и не сдал. Прекомысленный штаб, я не жил. В минуте из огнён волосы тереют кератин. Я рекомендую новый съезд кератинка Air Perfection. Высбавлены потери кератина на несколько процентов восстановления палос. А главное, съезд можно купить в обычном магазине. Новый съезд кератинка Air Perfection. В центре этой страны Петра Порошенко, но не пригласили представителей Москвы, хотя постоянно апеллировали к России. Так что именно нам не казалось, что его не пригласили зря. С первых минут украинскому президенту и всем остальным навязчиво давали понять, как его здесь ценят. Усадили за отдельный стол с лидерами самых влиятельных европейских государств и президентом США. И ничего, что он большей частью молчал. Ему много чего говорили и обещали всяческую поддержку. Основная поддержка будет осуществляться в таких сферах, как подготовка военного руководства, улучшение взаимодействия в войсках, кибербезопасности и логистики. Обещали помощь в реабилитации в Украине. В tanks военных в стране. Что такое, что школы toppат coarse. Но что-то такое главное или мама в наступив σου юран Kyевича, по чем то, как организация зар��овала поделиться okeевым правом. Порошенко напишет в сферах. Я очень рад, что у нас состоялись такие плодотворные переговоры. Я еще никогда раньше не чувствовал такой сильной поддержки со стороны лидеров государства, как сегодня. Здесь Уэльсон заявил, что в пятницу на Востоке возможно будет объявлено прекращение огня, увязав это с вероятным успехом на переговорах в Минске. Завтра в 14 часов, если это будет подтверждено, если встреча контактной группы состоится, я дам поручение руководству Генерального штаба о двустороннем прекращении огня. И мы надеемся, что имплементация мирного плана будет начата завтра. Все наши партнеры ждут этого. Генсек НАТО заявил, что он приветствует мирный план Владимира Путина, постоянно оговаривая, что Москве он до конца не верит. Но никто не объяснил, в чем заключается мирный план Путина и чем он отличается от предложений российского президента. Который какой-то спектр, прошу тебе, с Россией. Тое. Путина Путина. Но кто он? Кто это? Кто он? Путина Путина Путина. Путина Путина. Участники акции протеста пытались прорваться через возражение к ним поближе. Штурм оказался неудачным. Его предотвратили полицейские и службы безопасности. Благо здесь их в избытке. Дети. Шатур Хабаров, Улья Мурдюков, Вести, Коэльс. Сегодня в Брюсселе еврочиновники рассмотрят вопрос о введении новых санкций ЕС в отношении России. Единства в этом вопросе нет. Иран стран против ужесточения мер. А деловые круги недовольны уже введенными санкциями. Экономия Ассоциации Европейского Бизнеса призвала Евросоюз отказаться от конфронтации с Россией, что не только бьет по карману бизнесменов, но и по экономике старого света. Из Брюсселя репортаж нашего европейского переспондента Анастасии Попова. Так. Расширенный и дополненный список новых санкций против России вместился на трех листах. Детали текста, который будет опубликован официально ближе к вечеру, раскрывает Financial Times. Под удар попали банковские, энергетические секторы и оборонная промышленность. Государственным нефтяным компаниям закроют доступ к европейскому рынку капитала. Ограничения коснутся компаний Роснефть, Газпромнефть и Транснефть. Будет введен полный запрет на экспорт товаров двойного назначения. Речь о спецматериалах, станках, высокоточных компьютерах и электронике. Также среди мер ограничения на обмен технологиями по разведке добычи нефти, в том числе и на оптическом шелье. Под штат все свалено. Стратегическое партнерство с Россией окончено, и это было в первую очередь инициировано Москвой. Я считаю, что мы должны ответить на это самым жестким способом, ведь только с помощью давления мы сможем добиться политического разрешения. Санкции – это часть стратегии, политической стратегии. Стратегия, объявленная будущим верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности, по сути, идет вразрез с экономическими интересами самой Европы. Ассоциация европейская бизнеса. Shell, BP, Total, DHL, Procter & Gamble и другие просят защитить инвесторов от дальнейших ограниченных мер. Компании уверены, новые санкции затронут не только производителей, но и поставщиков и ритейлеров. Вероятный итог – серьезный упадок производства в еврозоне, сокращение рабочих мест, недобор налогов и сборов. В Греции на пособии уже каждый четвертый, в Испании почти каждый третий. Европейский Центробанк снижает базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня. Недовольство растет, экономический рост той же Германии замедляется. Мы не можем принять сегодняшнее поведение России, и я считаю, нам просто необходимо одобрить новый пакет санкций. Негативные последствия для нашей страны от этого не столь значительны, как если бы мы вообще не приняли никаких ответных мер. При активном лоббировании Вашингтона страны-члены Альянса договорились выделить деньги на расширение и наращивание военного контингента у самой границы России. По мнению британской Гардиан, корни у этого решения также экономические. НАТО любит позиционировать себя как международное сообщество. На деле же это интервенционистский экспансионистский военный клуб для богатейших стран мира и их сателлитов, используемый для насаждения стратегических и экономических интересов Запада. Как показывает Украина, вместо того, чтобы охранять мир, НАТО ему угрожает. Обозреватель американского издания Daily Beast называет санкционный пакет экономическим аналогом ядерной бомбы. Главная цель сделать невозможными деловые отношения всех западных банков с Россией и потеснить ее с европейского рынка. Заменить ее готовы США, которые, к слову, объявили о намерении разработать и принять свой пакет ограничений, направленных против России. Анастасия Попова, Леодернацкий, Вести, Брюссель, Бельгия. С сегодняшнего дня российский рынок закрылся для украинских кондитерских изделий. Временный запрет был Ростелекознадзор из-за многократных нарушений правил маркировки продукции украинскими компаниями ВК и Конти. Около года назад аналогичный запрет был введен на поставки в Россию продукции концерна «Рошен», который принадлежит нынешнему президенту Украины Петру Порошенко. Между тем, ответная продуктовая эмбарго, объявленная Россией, с каждым днем все сильнее бьет по европейским производителям. Так, Латвия оценила ущерб в 55 миллионов евро. Прежде всего пострадали производители молочной продукции. Обещанная властями компенсация в 13 миллионов вряд ли утешит предпринимателей. Чтобы удержать на полу торговые отношения, в Москву приехал мэр Риги Нил Ушаков. Подробности у Лагерниковой. Мэр Риги Нил Ушаков приехал в Москву, чтобы отсудить возможности взаимовыгодного сотрудничества. И понятно почему. Аналитики уже подсчитали. Эмбарго на импорт некоторых видов продуктов из стран Евросоюза в Россию нанес существенный ущерб экономике Латвии. Страна потеряла почти 55 миллионов евро. Мэр Риги Нил Ушаков, который не привезли на российский рынок. То есть у нас определенные объемы покупали литовские производители, которые тоже под санкцией. Санкции, наложенные Западом на Россию, ее граждан и юридических лиц, изначально были провальной идеей. Санкции считает Нил Ушаков. Современная история не знает примеров, когда санкции привели к положительному результату. Они не приведут, на мое мнение, к какому-либо результату, только к дальнейшему улучшению двусторонних отношений, к дальнейшему отдалению от возможного выхода из кризиса. В этой ситуации, на мой взгляд, рассчитывать на то, что Россия в случае введения санкций изменит свои поиски, это не было камер за руку. Минимизировать потери латвийской экономики в сложившейся ситуации возможно. Политики пришли к мнению, что попавшую под запрет латвийскую молочную продукцию можно заменить другими товарами, например, рыбными консервами, хлебными продуктами, сладостями, соками и напитками. Война санкций закончится, и Рига остается в городе, который всегда надо убить в костях. Друзья из России, которые, правда, ввести экономические отношения с друзьями из России. Недавняя же история с внесением российских артистов главой МИДа Латвии, Эдгаром Ринкевичем, в черный список, ничто иное, как политический ход считает Ушаков. Сейчас в Латвии стартовала предвыборная кампания. Политики, плацки, нехтюхаю, я тебя на вас. Политики, плацки, криво, вы бы зарешили ввести товарственный голос в зубовую зубовую черный список. И просто как рижамы, просто как... Какими бы ни были виражи российско-европейских отношений, своей главной задачей Нил Ушаков считает сохранение благоприятного образа Латвии, а в частности Риги, у россиян. Ольга Армякова, Михаил Девяткин, Егор Долинский, Вести. Здесь, в этом росте... Китайский международный университет примет первых студентов уже в следующем году. Ректор МГУ Виктор Садовнич и глава Пекинского политехнического университета Ухай Янь подписали договор о создании совместного вуза в Китае. Инициатива принадлежала Пекину. Он возьмет на себя строительство, а Москва предоставит образовательные программы научной разработки. Учить студентов будут на трех языках. Все без исключения пройдут практику в косвейших компаниях России и Кайна. Выпоследники получат два деплома российского и нового университетов. Носкве от причала северного речного вокзала стартовала оздоровительная акция «Волна здоровья». Ее проводит общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» уже в девятый раз. В этом году теплоход с ведущими врачами России и самым современным оборудованием на Баку отправится по Волге. Медицинский десант совершит остановки в Базирске. Это же плюс Айти. Во время каждой из них дети, страдающие в оборудовании, несловаваясь безслабленные исследования, получить помощь у лучших специалистов. По словам президента Лиги здоровья нации Лео Бакерия, за время своего существования проект приобрел общероссийские марш-штабы. Это единственная акция, про которую спрашивают на всей территории Российской Федерации, куда бы ты ни приехал. Народ очень много слышал, в принципе, и понятно, что... Ну вот сейчас вот там, скажем, наши специалисты едут, первокласснейшие специалисты, мы им доверяем смотреть на самых тяжелых больных. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мало научных музеев. Посмотрите, какие грубые картки. Но послушайте, что есть. Сегодня и утро, 50 часов. Преажда с троллейбусом. Концерты. 50%... Дуже, но какие грубые картки то есть. По что столько пакетов? Пуласов. Пуласов. Пуласов Ты пуласов. Пуласов. Ну, они со страшные ноги, по 10,4 км. Они с маршрутами. Они с маршрутами. Но с маршрутами они со запарзаны. Волитка запарзала. Эта технологическая инновация, новая схема голосования и погружение за их лепшоу не только не испугала россиян, на порогах вызвала дополнительный интерес к премьере. Ведь побывать в кресле судейки шоу и нажать красную кнопку теперь может каждый, кто вставает с домашнего кресла. Ну, достаточно удобно. Евгений Маргулис только применяется к судейскому креслу. Он впервые в жюри на музыкальном телепроекте. За кого точно отдаст свои символические 7% голосов, уже знает. Человек пять просто прекрасных. Просто прекрасных. Я думаю, что они, наверное, понравятся зрителям. То есть они действительно хороши. Первый, кто рискнет поднять стену три цены, так сказать, вне конкурса, будет уже прямотома нашей эстрады Алла Пугачева. Олег Пахшар, Дина Зайденко, Вести. Если добавить то новое музыкальное шоу «Артист» в прямом эфире нашего телеканала начнется сегодня в 21 час. Смотрите и голосуйте за полюбившихся исполнителей. Вести следят за развитием событий в России и за рубежом. И это в целом оставайте с нами. Секаемый, где никто не знает. Лепсый из Польши. Лепсый из-за организованного. И даже шата графика есть лучше. Шата графика есть очень интересная. Полачки знают, что там сидят. И посмотрите, какой примитив. Мало того, что они жадные, эти полцы, то еще имеют гуршую телевизию, па́нсповую, чем Росиане. Такую безденную. Кламливую, куревскую. Мас przykład. На живой. Кламливая и денная. Кламливая, но там, где кламство, то не может быть доброй телевизии. Гражданская война на Украине завершится ли она через 16 часов. Армия Юго-Востока готова остановить наступление, если Порошенко примет условия ультиматума Луганск. Что от него осталось? Как город приходит в себя, кадры с его улиц и площадей? И как пытался, кто пытался отправить в нокаут боксера кличку? И получилось ли? И как говорить, когда закрывают рот? Поговорим об этом в прямом эфире с депутатом Верховной Рады Украины в программе Вести в 23. Я Максим Киселев. Здравствуйте. Кто кому теперь диктует условия? Вроде бы Порошенко сегодня первым поднял руку. Мол, это я предлагаю ДНР план прекращения огня. Из Донецка сообщение пришло позже, но его тон свидетельства это Юго-Восток выдвигает требования Киеву и выдвигает уже на правах сильного. Как ультиматум тому, кто, кажется, просит пощады. Руководство Новороссии сформулировало условия, при которых ее армия готова остановить наступление. На прямой связи. Донецк наш специальный корреспондент Алексей Кулик. Алексей. Алексей, здравствуйте. Итак, мы знаем, что появились пункты, выполнение которых может привести к миру на Юго-Востоке Украины. Что это за пункты, что требует Юго-Восток, что требует Донецк и Луганский от Порошенко? Эти пункты, здравствуйте, во многом совпадают с теми пунктов и планов перемирия, которые предложил ранее Владимир Владимирович Путин. Я могу озвучить. Дело в том, что ополченцы предложили Киеву договориться о создании бесполетной зоны и полном прекращении огня с 15 часов 5 сентября. Также они хотят и, точнее, требуют открыть коридор для доставки гуманитарной помощи 7 сентября. К нам постоянно поступают данные. Вот, например, ДНР выступает за создание 50-километровой демилитаризованной зоны у границ ДНР. Вызвано это тем, точнее, желанием, чтобы по объектам ДНР не стреляла дальнобойная артиллерия. Ну, я от себя добавлю то, что вооруженных сил Украины есть тактическое оружие, которое легко преодолевает эти 50 километров. Поэтому это, скорее всего, лишь путь договора. Насколько это будет выполнено и услышано, эти условия пока неизвестно, потому что официальной реакции нет. Но, по крайней мере, я могу сказать то, что сейчас канонада в Донецке, где мы сейчас находимся, она прекратилась. Результат ли это возможного перемирия пока сказать трудно, потому что фронт отодвинут отсюда на нескольких километров. И, насколько я знаю, боевые действия сейчас ведутся в некоторых районах довольно-таки ожесточенные бои. Действительно, многие пункты совпадают с теми пунктами того плана, которые предложил накануне Владимир Путин. Но сейчас очень важно, при каких исходных данных начнется перемирие, если вообще начнется. Ну, например, у кого будет Мариуполь. Это чрезвычайно важно. По некоторым данным, бои за этот город начались. Штурм Мариуполя начался. Что вам известно? Нам известно, сейчас приходят смс, я держу в руках планшет, и мне докладывают, что сейчас идет бой в микрорайоне Восточной, очень ожесточенный бой. Разрывы серьезных снарядов. Население эвакуировано в подготовленные убежища. Скорее всего, работают и из ствольной артиллерии, и из реактивной. Есть данные, что там работают и диверсионные разведывательные группы. В общем, если говорить военным языком, там оперативная обстановка очень сложная, и на чьей стороне не привез, сейчас сказать просто невозможно. Я думаю, что следующие данные у нас будут только утром, и тогда мы можем сообщить уже какие-то подробности. И совершенно непонятно, успеют ли взять Мариуполь к 15 часам по Москве с завтрашнего дня. Спасибо. Напоминаю, с вас здесь связи из Донецка. Был Алексей Кулик, наш специальный корреспондент. Куликов. Неделю назад это стало бы сенсацией. Сегодня лишь очередное подтверждение признанного факта. У Порошенко нет уже дней, только часы. И если он их не использует, прощаться единой Украине придется не только с Луганском и Донецком. Время еще раз вспомнить оценку положения отдела Киева от натовского эксперта, который он сделал в интервью немецкому изданию «Шпигель». Мы приводили его слова в одну из недавних программ. Суть сказанного. Когда Порошенко диктует, куда и как двигать войска, на языке войны это называется «поражение». На языке дипломатии добавим заявление последних двух дней, означают то же самое. Уж точно не добрая воля, а понимание близкого краха заставили украинского президента сегодня не просто согласиться прекратить огонь на Юго-Востоке, а даже назвать точное время, когда это может произойти. Я цитирую Порошенко. В 14.00 по местному времени, в 15 по московскому, на встрече контактной группы «Я» обращусь к Генеральному штабу, чтобы установить двустороннее прекращение огня. И мы надеемся, что реализация мирного плана начнется завтра. Это заявление Петра Порошенко было сделано им в Уэльсе, где сегодня открылся саммит НАТО. Кризисный саммит, казалось бы, но кризис этот определенным его участникам как манна небесная. Да, проиграл Порошенко, по крайней мере, проигрывает, а НАТО, похоже, умудрится и из этого поражения извлечь выгоду. Ну и что, что развалится какая-то страна? Что там какие-то тысячи погибших, если цель достигнута? Базы вплотную к России размещены наверняка будут. Войска Альянса под Киевом тоже уксовообмен на продвижение на восток с точки зрения НАТО выгодный размен. Как прошел первый день в Уэльсе? Узнаем у нашего собственного корреспондента в Великобритании Александра Хабарова. Александр, здравствуйте. Завершилась уже итоговая пресс-конференция дня. Громкие заявления последовали? Ну, во-первых, завершилась пресс-конференция генсека НАТО Андерса Фо Грасмуссона и Петра Порошенко. Это произошло буквально полчаса назад. Дело в том, что сегодня здесь, в Уэльсе, фактически саммит НАТО весь был посвящен ситуации. Я думаю, на 90% был посвящен ситуации на Украине. В центре внимания была фигура украинского президента, которого здесь демонстративно принимали с подчеркнутой вежливостью. Дело в том, что его тут же усадили за стол переговоров с лидерами европейских государств. Правда, судя по видео, он больше слушал, чем говорил. Тем не менее, после этих переговоров он вышел к журналистам и сказал о том, что готов дать указания своим военным о прекращении огня. Я, правда, подчеркну, при этом двусторонние. И на пресс-конференцию журналисты спросили его, а есть ли у него предварительная договоренность с представителем ополчения. Он сказал, что такая договоренность существует. Но интересно, что было сделано еще несколько заявлений со стороны НАТО. Генеральный секретарь этой организации Расмуссон заявил, что НАТО будет оказывать Украине военно-техническую поддержку, чему Порошенко был несказанно рад. Давайте послушаем фрагменты из их выступлений. На протяжении многих лет Украина поддерживала НАТО. И сейчас, в такое трудное время, мы поддерживаем Украину. Уже подготовлен комплекс мер. Мы предоставим около 15 миллионов евро. Украина получит все необходимое для безопасности. Мы обратили внимание на киберзащиту, вопросы логистики, специальные коммуникационные и командные программы. Также мы будем помогать раненым солдатам. НАТО всегда поддерживало Украину. Сегодня я еще раз в этом убедился. Я благодарен НАТО за гуманитарную медицинскую помощь. Члены Альянса предложили дальнейшее софронничество на двусторонней основе, создание целевых фондов, а также военную помощь. Александр, вы можете продолжать. Да, я хотел сказать, что на пресс-конференции мы тоже хотели задать свой вопрос относительно плана Порошенко, о котором он говорил сегодня. Совпадает ли этот план с тем планом, который предложил президент Владимир Путин? Но вопросы задавали только те журналисты, которых, по всей видимости, определила его пресс-служба. Максим? Александр, ну а что ждать завтра? Пятница должна принести какие-то, возможно, более серьезные решения о базах, о присутствии военных НАТО близко к границам России. Возможно же, будут ждать, наверное, и итогов заседания контактной группы об этом, как говорили сегодня. Так, безусловно, конечно, будут ждать. Завтра здесь будет заседать высший политический орган НАТО, этот Совет НАТО. И также, вы знаете, планируется решение о создании сил быстрого реагирования НАТО. То есть это 4000 солдат и офицеров, которые должны иметь возможность оперативно развернуться в течение 48 часов. Вы знаете, что за некоторое время до этого, например, Польша предлагала разместить 10-тысячный контингент НАТО на своей территории, но НАТОцы на это не пошли, не рискуя окончательно портить отношения с Россией, нарушать основополагающий акт взаимоотношений между Россией и НАТО. Посмотрим, посмотрим, как будет развиваться ситуация в Винске, что будет происходить на Украине. Я могу добавить, что в качестве угрозы здесь звучали слова о том, что вот-вот, чуть ли не в пятницу, могут ввести новые санкции в отношении России, имеется в виду экономические санкции. Расклусу задали сегодня напрямую вопрос, готовы ли НАТО к военному вмешательству. Он ответил, что необходимо политическое решение, прежде всего, ситуации конфликта на Украине. НАТО будет оказывать поддержку Киеву. Но при этом он также заявил, что он считает мирную инициативу, приветствует мирную инициативу Владимира Путина. И таким образом дал понять, что все здесь рассчитывают на то, что конфликт каким-то образом урегулируется. Посмотрим, насколько искренними были эти слова. Спасибо, подождем. С завтрашнего дня недолго осталось у нас на прямой связи из Великобритании. Был наш собственный корреспондент Александр Хабаров. Ни в пять, ни в девять. Итак, заявление Порошенко, дающая надежду на мир, прозвучало еще... Юстенко, Юстенко. ...после встречи президента Украины с лидерами стран Европы и Обамой. Обамой. Почему именно в это время и в этом месте... Обамой. Ты моя мама. Здравствуйте. Порошенко консультируется с президентом США, с Меркель, с Кэмероном, с Сондом и выдает, мы можем прекратить огонь. Что это означает? Это они... Что они ласки делают? Что это означает? И объяснил своим союзникам, что больше не может сопротивляться. Это вынужденное решение в ответ на невозможность военной победы. Порошенко осознал, что в ближайшей перспективе, а он вынужден, мы сейчас сейчас короткими горизонтами, безоговорочно, безусловно, военный успех невозможен. Он, перед лицом этой ситуации, он будет балансировать уже не в ситуации войны, а в ситуации мира. Балансировать таким образом, чтобы не пойти на неприемлемые для себя условия. И вот ему было важно договориться с теми мировыми лидерами, которые его опекают, чтобы они не приняли тех условий, которые будут для него, как политика, в том числе внутри Украины, неприемлемой. Но саммит НАТО, по сути, чрезвычайный, о чем еще не предполагали несколько месяцев назад, и уж тем более тогда, когда и планировали, создавали программу этого саммита позиций, более-менее известная. Это новые базы, создание мобильных бригад. Все это деньги. Финляндия будет активно привлечена ко всей этой истории к НАТО. Все это огромные деньги. Но главное, к России все ближе и ближе. Получается, есть такое ощущение, что все время, педалируя ту сентенцию, что Россия это агрессор, нужно от нее спасаться. Педалируя тем, что Украину нужно спасать в итоге страны-лидеры... Лидка сказала, что будут деньги. Они, возможно, потеряют Украину как государство, но получат базы, получат мобильные бригады, реальные границами России. Это была цель. Надо обретать вторую молодость. База не самоцель. Самоцель для Соединенных Штатов крепче прикрутить европейских союзников к себе, вот в этом глобальном миропорядке. Не дать Европе уплыть. Базы это уже вторичный вопрос. Потому что страны Восточной Европы, они постоянно уговаривали американцев разместить на их территории что-нибудь военное. Вот сейчас хороший момент для того, чтобы американцы это сделали. Но пока мы не знаем решений, что именно будет решено. И в голове. Новую молодость. Альянса. Правильно. Одна из задач Соединенных Штатов заставить Европу тратить больше на оборонные нужды. Была в свое время принята концепция так называемой «умной обороны» в рамках НАТО. Соответственность которой страны и члены НАТО должны идти по пути специализации. По разным направлениям развития вооружения, военной техники в частности. И соответственно каждая брать на себя какой-то функционал, какую-то зону ответственности. Но европейцы всячески вот от этой ответственности дистанцируются. Потому что действительно они привыкли к хорошей жизни, когда не надо было тратить на оборону. К жизни, когда они просто жили под зонтиком Соединенных Штатов военным. А свои деньги тратили на хозяйственные нужды. Вот сейчас Соединенные Штаты уже достаточно давно достойчиво напоминают, что мир изменился. И нужно больше тратить на безопасность в рамках совместных структур. Пока решения не знали. Я думаю, что европейцы будут по-прежнему относиться к этому, так сказать, может быть, спустя рукава. Чем грозит все это Россия? На китайской обстановке все-таки приближение очень плотное к нашим границам. Как нам от этого отбиваться? Я думаю, что для нас красной чертой все-таки является размещение военных объектов стран НАТО на территории Украины. Этого пока не происходит, но это может произойти. Без членства, естественно, этих стран в НАТО. Зачем им принимать на себя обязательства? Они предпочитают отношения без обязательств. Но размещение военных объектов возможно. И Москва должна донести позицию, что это, так сказать, неприемлемо. Министраль. Опять все непонятно, но некие заявления сделаны, что пока мы не готовы поставить вам этот корабль. Уже сделано заявление тех, кто его устроил. Что же это такое? Слишком много денег потрачено. Демонстрация очевидна, но демонстрация дорогая. Зачем? Позиция Франции выглядит парадоксально. Франция сама себя высекла. А ведь есть? Высекла. Мы пока не видим достаточных условий для поставки мистраля. Действительно удивительно, потому что мы не видим условий для соблюдения контракта. Режима санкций в отношении России нет. Он мог бы быть введен только на уровне Совета безопасности ООН. Есть ситуация, при которой Франция говорит, нам не нравится, что делает Москва. Но как выглядит Франция, как поставщик вооружения на глобальном рынке, если она из-за того, что что-то ей не нравится, в позиции страны, с которой у нее есть контракт, оплаченный, кстати говоря, прекращает поставки, она подрывает свою репутацию надежного поставщика вооружения и военной техники. Для нас это, возможно, даже выгодно, поскольку Франция наш конкурент на рынке вооружений. Стратегически, да, потому что, скажем, они выиграли контракт в Индии на поставку истребителей Рафаэль. А одним из претендентов была наша компания Сухова. Спасибо, у нас в студии был политолог Михаил Ребезов о том, как сейчас проходит саммит НАТО и о том, что нам ждать от его итогов. Сегодня прошел ровно месяц с тех пор, как от украинской энергосистемы был отключен Луганск. Киевские власти, осадившие город, решили оставить его без воды и электричества. А постоянные артиллерийские обстрелы довели гуманитарную ситуацию до катастрофической. Но в последние дни, с момента наступления ополченцев основных, по словам местных жителей, у них много не улучшились. Они Рыганов повывалали из этой Франции, Руманов повыганяли. Осень 2014 года Луганск встречает без воды электричество, связи и без людей. Теперь это город-призрак, где случайный прохожий большая редкость, а на пустынных улицах хозяйничает лишь ветер. Таким стал мой любимый город Луганск. Группа Франция. А я обычный его житель, который верит в то, что все революция. Сколько еще жителей осталось здесь с этой надеждой, точно неизвестно. На улицу люди выходят очень редко, только за тем, что жизненно необходимо. Воды нет, но... Воды так не дают. Неба воды надо, видишь? Стреляют. И действительно, вдалеке слышны звуки артиллерийских разрывов. Но сейчас на улицах гораздо безопаснее. Даже начал работать общественный транспорт. Пущены два автобуса. Ополченцы оттеснили карателей на 7 километров от ближайшей окраины Луганска поселка Медалист, которого несколько месяцев назад надгваривали жил их кварталов. Потом снаряды начали падать тут, в самом центре Луганска. Я на весь подъезд один. Все, все разрушились. Следы бомбардировок повсюду, но несколько исторических зданий в центре каким-то образом уцелели. Наблюдатели ОБСЕ, побывавшие в Луганске, назвали его положение близким к гуманитарной катастрофе. Безопасность представителей миссии обеспечивали ополченцы. Армия Юго-Восток теперь контролирует и Луганский аэропорт. Несколько месяцев ушло на то, чтобы выбить оттуда боевиков. Оттеснили их из поселка Веселая гора, которая имеет стратегии. Чували его положение близким к гуманитарной катастрофе. Безопасность представителей миссии обеспечивали ополченцы. Армия Юго-Восток теперь контролирует и Луганский аэропорт и артерия. Но отступая, силовики оставляют после себя выжженную землю. В поселке Счастье бойцы батальона Айдар заминировали теплоэлектростанцию. В случае наступления ополченцев пообещали ее взорвать, полностью отрезав город от электроснабжения. На сегодняшний день ТЭЦ, в счастье, единственная станция, обеспечивающая некоторые кварталы луганской энергии. На въезде в деревню Новосветловка, сгоревшая украинская бронетехника. Здесь еще несколько дней назад тоже хозяйничали боевики батальонов Нацгвардии. Двери выбивали ногами, подвалы все пооткрывали. С подвала все брали, что им хотелось. Эти женщины прятались в погребе две недели, спасаясь не от обстрелов, а от тех, кто пришел их освобождать. А ты до певицы учиталась, по-моему, надо подрезать. 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 Ну что, Новороссию захотели? Нет, мы не хотели. Никакой Новороссии. А что, если у него автомат? Что мне нужно ему сказать? Они и так умеют себя быстро до войны достосовать, бо те ваксавианки, славцианки, то бы не умеют себя достосовать. Они бы бронили. За что вы, говорит, нас бомбите, за что? Один говорит, вы ходили на голосование, за республику голосовали, вот и получаете. За это, вот так ответили, вот так ответили. За голосование. Так же у них так, как у нас, только что остро, вишь? Так же, Яшку, не ходь на голосование. Мы победу празднули, мы всех с победой поздравляли, потому что, ну, это наша армия, это наша земля. В ближайшие дни сюда будет прислана гуманитарная помощь. Та, что российским конвоем была доставлена в Луганск. Тем немногим, кто здесь остался, она очень нужна. Евгений Решетнев, Вести. В Киеве у здания администрации президента сегодня митинговали как сторонники, так и противники продолжения войсковой операции на Юго-Востоке. Бойцы добровольческих подразделений, воевавшие в Новороссии, требуют обеспечить их тяжелой техникой и улучшить вооружение. Боевики батальона в Данклаз, Днепр и Айдер, вести в средней чрезвычайное положение и отдать под суд виновных в огромных категориях Побеловащих. А там воды нет, видишь? Александра Балицкого. А там я бы у всех хотела. Как они? Я бы туда и была. И в Киеве. В Киеве. В Киеве. Угрожая властям очередным третьим Майданом под предводительством помощника Яроша, боевые отряды правого сектора сегодня весь день курсировали между Верховной Радой и декуда-то собрались на закрытом от всех заседаниях и президентской администрацией. Попутно разрезая камуфляжным строем группу киевлян, которые перед Нацбанком требуют стабилизировать курс обвалившейся гривны и привлечь к ответственности банкиров, что прикрываясь экономическим кризисом просто прекратили выдавать депозиты. Огонь! Останавливайся! Огонь! Революция! Митинг, что анонсировался как акция бойцов батальонов Азов, Айдар и Донбасс за скорейшую передачу на фронт тяжелого вооружения и прекращение любых переговоров с Юго-Востоком собрал в основном тех, кто о боях на Донбассе знает лишь из новостей украинских каналов. Майданные активисты и футбольные ультрас в масках и без. Майданные активисты и футбольные ультрас в масках и без. Майдата знает что они называются проплаченными провокаторами Провокаторами! Там где вы добрызется? Тебя чтобы добрызся! Я хочу своих всех убивать! Те немногие бойцы батальона что все-таки пришли на банковую, причем прямо из госпиталя и без озвученной ситуацией называются террористической А вот не, что ему помогли в стене а так где-то ровно. Математика, язык, политика. А то непонятно, закончилась, как сказал, или ты эту. В поезде статистики знают, сначала операции по зачистке, которую Киев называет антитеррористической, 837 военнослужащих погибли, более 3000 ранены. И это без учета потерь под Иловайском. Это что, успех, что ли? Это как-то? Неприятные для президента вопросы снова повесили в воздухе, ведь Порошенко их даже не слышал. В тот момент, когда под окнами его администраторы разворачивали транспаранты, сам президент уже летел в Великобританию на саммит НАТО. В ожидании военных поставок от Североатлантического альянса, Верховная Рада регистрирует проект обращения к Порошенко о введении в Донецкой и Луганской властях военного положения. Но спикер Турчинов убеждает депутатов не ставить проект на голосование, надеется на завтрашние консультации в Минске. Пытаясь противопоставить себя официальным властям, Тимошенко осуждает переговоры в Твиттере. План Путина – превращение Украины в Приднестровье. Робкие попытки докричаться до нее и радикалов Майдана раздаются перед администрацией президента. Такие реплики в окружении толпы больше, чем смелость. Когда об этом же майданным властям говорили украинские коммунисты, то по требованию спикера Турчинова Минюст обратился с Ильском о запрете Компартии. Перед сегодняшним судебным заседанием одними кричалками коммуняку на геляку националисты из свободы решили не ограничиваться. И в качестве тяжелой идеологической артиллерии привели к сданию суда сына Романа Шульхевича, что до того, как стать иконой украинского национализма и возглавить украинскую повстанческую армию, был одним из командиров эсэсовского батальона «Нахтиголь». Реакция коммунистов на появление в Киеве сына Шульхевича была ожидаемой. Возможность запрета Компартии менее чем за два месяца до дня очередных парламентских выборов они считают политической расправой. Путин не умеет запановать. Ну, что сейчас вымкнет под контролем Путина. Путина. Ну, видишь, и сейчас под контролем самого Путина. Это выжимается. Как депутат с восьмилетним стажем могу сказать, что скрывать там явно нечего. Делается это только лишь для того, чтобы просто самим не было стыдно перед журналистами. Насколько то, которое несут с трибуны представители кабинета министров или выступающие со стороны правящего большинства, ну, просто не укладывается ни в какие рамки нормального парламентского процесса. Сегодня единственное знаковое для Украины решение принятое в Верховной Раде это отставка очередного министра обороны, насколько я понимаю, это уже третий за последние полгода. Назначен новый. Ну, вы знаете, вот просто, ну, понятно, что эти дети, эти люди не учили. Ну, а вы видите, а эти Словаки, здраицы, потому что Словакия прошла на стороне Хитлера, Словаки, как эти дяды, вздрадили, в общем, в общем... Там было панство Цисло, такого кошмарного ксиенца, который мордовал Жидов на килкасет тысячи жидов умордований. Какого ксиенца? Цисло. Али католикского? Так, они умордовали килкасет тысячи жидов славоких. Скеровали транспорты до Ощвенцев. Ну, но как я говорю, что плюс 12, Хитлера, Муссолини, его богословию, то они не понимают. Они не понимают. Ну, 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 я целый час это говорю, потому что... То есть такая история была. Но я о себе не говорю, потому что в книжках было. Католики с фасызмом, так, так. И Маркевича книжки, читай, Маркевича. Я не знаю, где он находился. В панкобирце ксиенцких традиций. Ну, я думаю, что... Ну, а вам этих фареакий то где-то достанешь, но при чем ты книжек не читаешь. Только... Ну, придется отвечать... ...все сейчас лучше, правда? Ну. О, я же себе. ...все решение, которое... ...оборонный принимал. Ну, я думаю, и это его не спасет. Все равно придется... ...все равно отвечать за свои поступки... ...за свои действия и за свои слова. А депутаты заметили митинги, которые были сегодня, митинги протестов в Киеве, или теперь уже точно не интересует мнение народа, как и не интересует присутствие журналистов? Вы знаете, я думаю, что на самом деле, по большому счету, по гамбургскому счету, власть имущих вот в том парламентском большинстве, которое сейчас есть, никогда мнение народа не интересовало. Они скорее пользовались этим народом, они скорее пользовались теми настроениями, которые бумило, воссчитали на них и делали на самом деле свое черное дело. Спасибо, у нас в студии была по телефону, из Киева была Елена Бондаренко, депутат Верховной Рады Украины, и приходится сказать в этой ситуации, Елена, спасибо, берегите себя. Факт, который никто не оспаривает в боевых действиях... И моя Кахана Петровна от имени Своеванца. Да-да-да, ты моя Кахана Петровна от имени Своеванца. Ну-да-да-да-да. Те моя Кахана Петровна от имени Своеванца. Ну-да-да-да-да-да. Ты моя Катяна Петровна от имени Своеванца. Очень хорошо. На аудиция интересная. Со вкусом. Я послушала это со вкусом. Это моя Кахана Петровна от имени Своева Петра отца.